Добрый день всем участникам вебинара. Я рада вас сегодня приветствовать на нашем мероприятии. У нас сегодня вебинар компании Axelot на тему сервисное внедрение минимум вложений для старта проекта. Я хочу вам напомнить, что в конце данного вебинара вы сможете задать все интересующие вас вопросы, написав их в специальном окне в панели управления. Также все материалы по данному вебинару вы сможете найти на канале YouTube на нашей страничке и также на сайте www.axelot.rf. О чем бы мне хотелось сегодня с вами поговорить? План нашего выступления следующий. В первую очередь мы поговорим о том, какие в принципе есть цели у логистических проектов, на что нужно обращать внимание, чем они для нас интересны, дороги и так далее. Следующий момент я отмечу, как в принципе традиционно выглядит любая логистическая модель, на что тоже стоит обратить к ней внимание и каким результатом она приводит. Также будут освещены предпосылки, в связи с чем вообще мы подумали о том, что сервисная модель сегодня может быть интересна и актуальна на рынке. И впоследствии мы попробуем детальнее разобраться, что входит в эту услугу, на каких условиях любой из заказчиков может ее получить, в чем преимущество данной системы в работе. Если говорить буквально, несколько слов еще я скажу, конечно же, о нашей компании, то есть в первую очередь надо будет представиться. Наша компания уже 18 лет на IT-рынке, основная наша сфера деятельности – это все-таки логистический консалтинг, это и управление, и автоматизация полного цикла логистики, то есть это не только складская автоматизация, это и транспортная логистика, это и теория ограничения систем, управление запасами, закупками, то есть весь полный цикл, связанный с цепочками поставок. Наша компания насчитывает больше 300 сотрудников штатных, ну и определенное количество также нештатных сотрудников, офисы в нескольких городах России, крупнейшие из них находятся, понятно, в Москве и Петербурге, также есть офис в Иркутске, основное, наверное, больше его назначение – это помощь в работе с городами Сибири и Дальнего Востока, и есть несколько вспомогательных офисов Киров, Ижевск, которые оказывают больше сервисной услуги. Также, если говорить о заграничной, то у нас есть представительство в Алматы, в Казахстане. По ключевым направлениям деятельности, помимо того, что это складская логистика, о чем я уже сказала, есть несколько специализированных решений самой компании «Аксилот», и связаны они не только с всевозможными решениями, связанными с 1С, то есть это не только комплексные проекты по ERP. У нас есть свои разработки в области инвентаризации управления имуществом, и помимо этого существует также целое направление по НСИ интеграции, то есть НСИ – это нормализация справочной информации, то есть основная, наверное, проблема тут – это количество различных справочников в компании, их дубли, постоянно засорение базы, то есть основная идея нормализации в этом. И интеграция, ну, это, в принципе, больной вопрос, который долгое время был больной для всех, это как связать между собой все зоопарки систем, которые между собой существуют у всех заказчиков с течением времени несколько раз. Если говорить о том, что какая ключевая цель у логистических проектов, ну, в первую очередь мы говорим о том, что сейчас в рамках динамически развивающегося мира нам важно увеличить скорость движения товара от производителя к покупателю. То есть чем быстрее товар с момента производства будет попадать к конечному потребителю, тем лучше будет наше производство, тем эффективнее оно будет, тем быстрее оно будет оборачиваться, тем больше наша компания будет получать прибыль. В принципе, как бы не секретно и для кого, да, что разные логистические операторы, разные транспортные компании предлагают разную скорость доставки и качество этой доставки. То есть не так давно проводился эксперимент, и компания «Почта России» хотела вывести на рынок такую услугу, как возможность заказа доставки товаров из дома. Ну вот и проводили такой небольшой социологический эксперимент, когда человек, сидя дома, звонит в несколько компаний и говорит о том, что вот я бы хотел отправить посылку. Ну и в том числе звонил в «Почту России», то есть он звонил в DHL, в СПСР и в «Почту России». Ну DHL пришли сразу, они пришли в течение часа, они рассчитали стоимость доставки. Ну понятно, что стоимость доставки была, ну скажем так, приличная, она была чуть выше средней по рынку, но при всем этом, опять же, уровень сервиса соответствующий. То есть люди у вас появились через час, это приятный, красивый агент по продажам, который пришел, полностью описал вам необходимые операции для того, чтобы все это быстро и качественно отправить. СПСР появились в течение дня, то есть буквально там часов через 5-6. Ну что касаемо «Почту России», то они звонили через неделю с вопросом, актуален ли еще данный запрос. И потом, когда они услышали, что человек, в принципе, хочет отправить посылку до 2 килограмм, они ему так и ответили по телефону, а вам точно это нужно? Ну то есть тот самый уровень сервиса, о котором мы говорим, когда ты звонишь, говоришь, ребят, я хочу отправить посылку. Но заканчивается тем, что они говорят, «Ну как бы нам не очень нужны ваши деньги, лучше потратите их каким-нибудь другим способом». Поэтому, если говорить про первую цель любого логистического проекта, это именно увеличение скорости доставки товара к конечному потребителю. Дальше можно говорить о том, что важно и качество, с каким оно доставляется. То есть в той же «Почте России» неоднократно рассказывала история о том, когда приходят посылки уже с проросшими семенами гороха. То есть понятно, что в таком варианте нам не очень нужны наши посылки. Еще что важно говорить про качество и про точность обработки груза потока, то тут важно не забыть про точность планирования. Мы сейчас работаем с одним из заказчиков, который столкнулся с такой ситуацией. Они выпустили на рынок шикарный бренд, они выпустили на рынок воду Байкалу. в хорошем объеме, это хороший товар, качественный. Они грамотно провели все маркетинговые мероприятия для того, чтобы настроить продажи. Сейчас лето, это пик продаж. Летом он выше, чем в любой другой сезон, в 4 раза. И с чем столкнулась данная компания? Они не спланировали, на какой склад, в каком количестве эту воду нужно отгружать. Точнее как, они спланировали ее, конечно, только они спланировали ее в Excel ручками. И закончилось это тем, что сейчас одни склады в том же Краснодаре перегружены, а склады в Петербурге, которые уже все продали, стоят сейчас пустые, и им даже не подтверждают заявки на то, что им отгрузят новый товар. То есть для поддержания оптимальной модели важна, безусловно, важна точность планирования. Ну и последний момент, о котором не стоит забывать, это то, в принципе, о чем мы уже косвенно с вами сегодня говорили, что на фоне того, что услуги предоставляются качественно и в срок, важно не забывать о том, какая стоимость этих услуг. То есть помимо того, что какая стоимость на рынке самой услуги, также важно понимать, какие затраты вы несете внутри для себя. То есть минимизация затрат самого заказчика, безусловно, один из самых важных вопросов, который будет рассматриваться именно вами, когда мы будем предлагать очередной логистический проект. Потому что когда мы предлагаем уникальный сервис, хорошее качество, но это, допустим, стоит в 3-5 раз дороже, чем на рынке, ну я не думаю, что кого-то заинтересует такой проект. Если говорить о ключевых составляющих логистических проектов, из чего, в принципе, складывается любой проект? Наши проекты чаще всего складываются из программного обеспечения, то есть это программное обеспечение, это и операционная система, и база 1С предприятия, и сервера управления базами данных, в случае там с транспортной логистикой, это картографические и телематические системы. Помимо этого, это может быть оборудование, причем оборудование, в первую очередь, сопровождающее данные процессы, то есть это оборудование терминала сбора данных, принтера этикеток, это могут быть там Android-клиенты, трекера на транспортные средства, опять же, если возвращаться к транспортным системам. Также есть оборудование, которое необходимо для поддержания самой инфраструктуры, на которой данное ПО и данное оборудование должно работать. То есть это сервера приложения, сервера баз данных веб-сервера. И тут же тоже вот в этом блоке из оборудования СОД не стоит забывать, что в принципе есть целый ряд компаний, которые оказывают услуги только по подбору этого оборудования. То есть его нужно грамотно подобрать, потом точно так же его нужно грамотно настроить и между собой синтегрировать. Ну и последний кусочек этого пазла – это услуги. Безусловно, мы оказываем услуги и в любом логистическом проекте также весомую долю составляют услуги именно по… Во-первых, в первую очередь, это идет анализ ситуации текущей, которая у вас есть на складе, в транспортной логистике. Дальше нужно спроектировать ту систему, которая должна быть оптимальна для вашего бизнеса. Это чаще всего делается в рамках логистического консалтинга. Дальше это идет уже оборудование, непосредственно связанное уже с вашим этапом логистического проекта, то есть будет это склад или будет это система по управлению транспортом. Затем уже запуск этого проекта и впоследствии это может быть сопровождение и развитие данной системы. В принципе, из вот этих четырех основных блоков у нас складывается любой логистический проект. Как мы привыкли работать? Есть такая принятая система, к которой все сейчас привыкли. Она выглядит следующим образом, когда заказчик целиком и полностью выкупает эту систему в свою собственность, то есть он сначала закупает себе все оборудование, необходимое для склада или для управления транспортом, то есть это могут быть и сервера, и терминалы сбора данных, и принтеры, и Wi-Fi-точки. Затем после этого заказчик покупает программное обеспечение, причем закупает его там, возможно, у нескольких вендоров, закупает это и системное ПО, и там ВМС-систему, ТМС-систему, различные там картографические, телематические сервисы, то есть программное обеспечение тоже покупается сразу еще до настройки проекта. Помимо этого, он поддерживает всю свою инфраструктуру самостоятельно, то есть это важный такой момент, на который часто не обращают внимания, потому что, ну, в том случае, если вы не уделяете должного внимания своей инфраструктуре, то, скорее всего, в какой-то момент на запуске возможно возникнут определенного рода проблемы. И, безусловно, услуги по внедрению системы заказчик покупает в течение 3-4 месяцев регулярно, то есть чаще всего подобные проекты внедряются поэтапно, и поэтапно заказчик их и оплачивает. У этой схемы, в принципе, есть свои плюсы и свои минусы. Если говорить о плюсах, то тут, как бы, ну, безусловно, все на лицо, все находится в вашей собственности. Другой вопрос, насколько вам это нужно, насколько это действительно необходимо. Потому что, если говорить про минусы этой системы, то тут, как бы, их тоже хватает. Во-первых, в любом таком проекте это все-таки высокий уровень ответственности, и, как следствие, все-таки такие достаточно весомые риски. То есть вы должны понимать, что при любом таком проекте ответственность, она все-таки коллективная. То есть залог любого успешного проекта – это сотрудничество. Безусловно, сотрудничество заказчика и поставщика услуг. Потому что, если заказчик не готов, если у него нет соответствующих специалистов, если у него нет соответствующей инфраструктуры, то какой бы ни был потрясающий исполнитель, успех этого проекта ставится под сомнение. Ну и, безусловно, такой же немаловажный минус, который первым бросается в глаза – это, конечно, первоначальные затраты. То есть вы видите, даже на данной схеме уже понятно, что еще до того, как вы увидите людей в работе, вам нужно иметь соответствующее оборудование по инфраструктуре, вам нужно иметь оборудование, которое будет непосредственно использоваться на складе или на вашем транспорте, и вам нужно будет закупить программное обеспечение. То есть это опять те самые риски и вопросы, о которых я говорила чуть ранее. Таким образом, мы благополучно переходим к предпосылкам, почему, в принципе, в нашей голове родилось подобное предложение, и почему мы считаем сейчас, что оно будет актуально на рынке и должно быть вам интересно. Если говорить о предпосылках перехода к сервисной модели, то в первую очередь ни для кого не секретом является непростая ситуация сейчас в российской экономике. Многие сети на рынке закрываются, часть уходит с рынка. Не далее, вот опять же, как вчера мы общались с одним из заказчиков, производство их товаров завязано на пластиковом производстве. И вот он говорит, сейчас в стране осталось всего два завода, и опять же, они работают на зарубежном сырье. И непонятно, останутся они работать или нет. И в такой тяжелой экономической ситуации говорить о том, чтобы компании вкладывали сходу 7-10 миллионов, ну, то есть, по нашим оценкам, это средняя стоимость традиционного варианта логистического проекта, готовы далеко не все. Поэтому, в первую очередь, мы отталкивались от того, что, возможно, данное предложение должно быть интересно именно потому, что так сложились обстоятельства у нас на рынке. Помимо этого, мы говорим о том, что для большей части заказчиков все-таки вопросы складской и транспортной логистики, ну, скорее всего, это не собственный бизнес, то есть, это какие-то вспомогательные обслуживающие подразделения, которые должны поддерживать бизнес. И, исходя из этого, у людей, возможно, не хватает достаточной специализации в этом вопросе. Больше того, в условиях конкурентности рынка люди хотят больше сконцентрироваться на своем товаре, на своих проблемах, на своих задачах, которые нужно решить, изучить свой рынок, а не заниматься вопросами сервисных подразделений. И именно поэтому, занимаясь и акцентируя внимание на собственном бизнесе, вот эти вопросы сопровождающие, они отодвигаются немножко в тень. Помимо этого, вы, если не первый раз на нашем вебинаре, ну, и если сталкивались с нами в работе, знаете, что мы достаточно прочно опираемся на опыт наших зарубежных коллег. Дело в том, что в России, в принципе, логистика не так активно развита, насколько она развита в той же там Германии, Франции, в целом Европе. И наша компания уже неоднократно перенимала опыт именно зарубежных специалистов, поскольку ни один труд написан в Европе. Вы наверняка знаете, что мы там тоже переводим книги зарубежных издателей, таких как Питер Ван дер Берг, Прозелли. И исходя из этого, как бы мы регулярно мониторим рынок Европы и смотрим, какие новшества появляются у них. Так вот, я могу сказать, что подобная модель на европейском рынке появилась уже лет 10 назад впервые, и сейчас уже активно находит свое применение. То есть очень многие зарубежные компании, очень многие склады пользуются именно складом как услугой. К тому мы решили, что, как бы, наверное, наша система, в принципе, тоже до этого доросла, и мы можем пробовать подобный вариант работы. Ну и последнее, о чем бы мне хотелось сказать в качестве предпосылок, это те самые риски, о которых я говорила, и, в принципе, они выливаются в основные минусы той самой традиционной модели работы. Это отсутствие квалифицированных кадров у заказчика. Причем речь идет и про кадры по построению и поддержанию инфраструктуры. То есть мы регулярно сталкиваемся с тем, что там за сервера, и за все закупки, и за все-все-все связанное с техническим обеспечением отвечает какой-то один человек, а он там может завалеть, может быть, в отпуске, или может вообще не понимать, какая ВМС и о чем идет речь, и с этим возникают сложности. Возникают сложности и на этапах интеграции, и на этапах запуска. А представьте, если там высокоинтенсивный склад простаивает сутки или двое, какая цена этого вопроса? Но при всем этом мы экономим на одном человеке. То же самое речь идет о том, что недостаточно квалифицированный персонал бывает работает на складе, или персонал, связанный непосредственно с введением складского хозяйства. Как следствие, исходя из этого, что мы в сложившейся ситуации хотим предложить как решение данной проблемы? Мы хотим предложить использовать современные центры обработки данных для развертывания всей инфраструктуры. С защитой данных, с резервным копированием, с резервным оборудованием, оплатой электричества и так далее. То есть никакими коммунальными платежами, накладными расходами вам не придется об этом думать. Потом мы говорим о том, что в рамках ВМС-услуги как сервис мы предлагаем и все необходимое специализированное оборудование. То есть мы говорим про терминал сбора данных, про принтеры этикеток. Если говорить о том, что это оборудование должно работать, безусловно, еще и в сети интернет, то здесь мы говорим о том, что нам нужен Wi-Fi. И по монтажу Wi-Fi, оборудованию Wi-Fi, Wi-Fi-точки тоже предоставляется в рамках услуги именно ВМС как сервис. Помимо этого предоставляется само программное обеспечение, которое необходимо для решения данных задач. Ну и полностью весь комплекс услуг, начиная от консалтинга и проектирования, как лучше настроить эти процессы на складе, заканчивая сопровождением и развитием вашей системы в случае изменения бизнеса, появления каких-то новых процессов, возможно, каких-то изменений логистических цепочек. Что касается такого же формата услуги, но по транспортной логистике, то есть здесь ситуация во многом похожая. То есть мы говорим о том, что с нашей стороны мы предоставляем вам центр обработки данных, также предлагаем все необходимое оборудование для спутникового мониторинга, для отслеживания всех ваших транспортных средств, которые находятся в пути. Помимо этого, того, что предлагается само оборудование, также предлагается их монтаж. Ну и, безусловно, необходим картографический сервис для того, чтобы вы четко понимали, как проводить маршрутизацию правильно с минимальными для вас затратами, оптимальное построение маршрута. И еще важный такой момент картографических сервисов, то есть, ну, это прорисованные карты со всеми ограничениями, с ограничением там проезда тяжелого транспорта или, возможно, каких-то опасных грузов. Помимо этого, также в рамках данного сервиса предлагается все необходимое программное обеспечение, которое необходимо для настройки транспортной системы. Ну и, как в случае это было с WMS-системами, то же самое мы можем говорить о том, что это и наша экспертиза, наш опыт в рамках того, как это лучше сделать, и, безусловно, настройка, сопровождение и дальнейшее развитие системы в случае каких-то изменений. На каких условиях мы предлагаем подобные решения? То есть, как это будет выглядеть в глазах заказчика? Чем это интересно? Во-первых, это фиксированный ежемесячный тариф. То есть, нет никаких сложностей там с пересчетом, с изменением, с курсами, еще с какими-то такими проблемами. То есть, это очень стабильный и надежный вариант, когда вы четко знаете, что у вас есть там, скажем, операционные расходы в размере, там, 500-700 тысяч рублей, и у вас есть всегда работающий склад или транспортная система. Помимо этого, все данные решения развертываются в облаке. То есть, это уже достаточно популярная тема, и сейчас многие уходят уже к облачным технологиям. То же самое можно сказать про оборудование. Оборудование для штрихкодирования, мониторинга. Оно предлагается именно заказчикам в аренду. И если говорить о самих услугах, которые предоставляет наша компания, это и внедрение, и адаптация, поддержка и развитие системы. То есть, как я вам уже говорила, важно понимать, что это, ну, как бы мы сейчас четко отдаем себе отчет в том, что любая логистическая система, она не статична. То есть, мы полностью оказываем дальнейшее сопровождение, и если вдруг потребуется какое-то изменение процесса, мы всегда вместе с вами, мы всегда рядом. Поэтому тут с этим сложности тоже не должно возникать. Я думаю, что сейчас мы перейдем к самому интересному, наверное, составляющему сегодняшнего мероприятия. Мы попробуем посмотреть, как рассчитывается данная услуга, из чего она складывается. То есть, чтобы всем было понятно, откуда берутся цифры ежемесячных платежей, и по какому принципу они будут строиться. Как вы видите, на данном слайде, то мы взяли несколько такие усредненные данные по одному из складов, и вот его общая площадь составляет около 5000 квадратных метров. Режим работы склада 24 на 7. Почему это здесь указано, и что важно в этом моменте, на чем мы хотели сакцентировать внимание, у нас, в принципе, есть такая услуга, как круглосуточная поддержка вашего склада, причем она есть в формате 24 на 7 и 11 на 5. То есть она не только в рамках сервисного склада, но и, в принципе, отдельно мы тоже оказываем такие услуги. Но просто при расчете данного варианта этот момент тоже будет учтен. Соответственно, количество терминалов сбора данных у нас указано 20, и количество принтеров и этикеток указано 2. Таким образом, что мы видим? Смотрите, у нас указаны статьи затрат, у нас указан классический вариант, который я вам описывала, что в нем входит, когда заказчик вкладывается полностью, и вариант, который предлагаем мы сегодня, сейчас, вариант покупки склада как сервис. По большому счету, к чему все сводится? То есть затраты-то, по сути, они одни и те же, только разница в том, что мы их суммируем, учитываем стоимость денег в разрезе трех лет, поскольку, ну, фактически мы предоставляем некоторые услуги по кредиту в данном случае, и разбиваем это все на регулярный платеж. То есть вы видите, что ставка по кредиту у нас в среднем получается 15%, договор у нас рассчитывается на 3 года. То есть, получается, в течение трех лет вы выходите практически на ту же самую стоимость, которую могли бы заплатить сразу там в течение нескольких месяцев. В этом, в принципе, основная идея в том, что вы, получая подобный проект, через несколько месяцев уже получаете абсолютно полностью работающий склад, при этом заплатите за него там, ну, вот видите, как в данном случае у нас ежемесячный платеж составляет 280 тысяч рублей, это на всю инфраструктуру, и вот еще 2 миллиона рублей у нас идет на сопровождение системы. Но с учетом того, что это на 36 месяцев, то это, получается, там нагрузка чуть меньше, чем 100 тысяч рублей в год, ну, и того там за 350 тысяч рублей приблизительно у вас получается работающий склад. То есть вот вы платите их там месяц, два, три регулярно в течение нескольких лет. Если посмотреть подобный расчет по ТМС-системе, во многом он похож, единственное, что есть некоторая разница там с оборудованием, поскольку оно немножко другое, и также у нас есть завязка еще на картографические сервисы. Здесь смотрите, у нас рассматривается транспортная компания, которая работает в режиме 5.11, есть диспетчерологисты 10 человек, есть количество водителей с мобильными Android-клиентами, около 20 человек. Количество запросов к маршрутизатору у нас до 25 тысяч, и количество запросов к геокодеру в сутки до 25. То есть, как вы понимаете, это очень, ну, достаточно активная транспортная компания. Если посмотреть, то схема расчета, ну, она абсолютно аналогичная. Те же 15% ставка по кредиту, заметьте, значительно ниже, чем в основном в банках. Проценты у нас рассчитываются на, также на 36 месяцев, то есть у нас договор подписываются на 3 года. И точно так же складывается ежемесячный платеж из стоимости лицензии, оборудования, серверного оборудования и услуг по внедрению. И дополнительно сюда считается небольшая нагрузка на сопровождение системы, вот в данном случае в режиме 5 на 11. То есть это 5 рабочих дней по 11 часов. Ну, мы плавно подходим к концу. Мне бы хотелось обозначить вам преимущество такой новой модели для заказчиков, то есть мы считаем, что эта схема сейчас должна быть интереснее и актуальнее на рынке, то есть мы к ней готовы, мы готовы предлагать подобные услуги, и нам кажется, что они должны пользоваться спросом. В чем плюсы? А по большому счету, все те минусы, которые мы обсуждали с вами ранее, в данной системе становятся плюсами. То есть мы на первичном этапе вкладываем минимальные средства. Помимо этого, мы сводим к минимуму собственную инфраструктуру и усилие на ее поддержание. То есть мы перестаем быть завязаны на высокотехнологичный персонал, на высококвалифицированные кадры, которые ежедневно, ежегодно составляют наши операционные затраты. Помимо этого, мы вам гарантируем качество Axelot, поскольку внедрение, обновление и поддержка выполняются силами нашей компании. То есть мы говорим о том, что никакого внешнего вмешательства в нашу программу не будет. То есть мы полностью ее внедряем, рассказываем, показываем, обучаем и дальше поддерживаем. Ну и, безусловно, хотя бы доля стабильности в сегодняшнем дне, она должна быть. А это достаточно важно для каждого из заказчиков. И мы говорим о том, что мы с вами договоримся, подписываем договор на три года, и у нас идет оплата по заранее согласованному и ежемесячному тарифу. Без каких бы то ни было переплат, доплачиваний, изменений и так далее. Мы плавно переходим к бурным, не смолкающим аплодисментам. Спасибо вам, что пришли сегодня на наш вебинар. Я была рада вас слышать. Если будут у вас еще интересные пожелания, предложения, обязательно пишите, звоните на нашу почту, на наш официальный сайт. Будем рады с вами работать. Спасибо.